Джей Горудев, дорогие друзья! Ну что, сегодня мы вам откроем секреты японской кухни. Сегодня мы покажем вам, как готовить японские роллы, конечно же они будут вегетарианские. Сейчас мы вам все поэтапно расскажем. Начнем мы, конечно, с приготовления риса. Возьмем один стакан. Вы можете купить как специальный рис для суши или просто подойдет кубанский краснодарский рис. Рис нужно будет промыть и слить с него воду 3-4 раза, чтобы водичка стала уже прозрачной. Отлично! Мы промыли рис, слили с него всю воду. Для приготовления одного стакана риса нам понадобится 1 стакан и треть стакана просто питьевой холодной воды. Накрываем рис крышкой и доводим до кипения. Отлично! Наш рис закипает, прошло буквально 3-5 минут. Мы убавляем огонь на минимум и оставляем его вариться на слабом огне 15 минут. Крышку не открываем. Пока варится рис, мы с вами приготовим заправку. Мы взяли простой яблочный уксус или вы можете взять какой-нибудь другой ароматный, который вам нравится. Берем 60 миллилитров уксуса, наливаем в сотейник. Добавляем 1 чайную ложку соли и 2 чайные ложки сахара. Ставим уксус на плиту на слабый огонь. Его кипятить не надо, варить тоже. Нам просто нужно немного нагреть уксус, чтобы растворить соль и сахар. Отлично! Прошло совсем немного времени. Видите, соль и сахар растворились. Наша заправка для риса готова. В японской кухне вообще широко используется кунжут. Ну и сложно представить себе суши без кунжута. Они очень хорошо сочетаются с ним. Ну а, конечно, сырой кунжут полезней, но он обладает немножко горьковатым вкусом и, может быть, недостаточно ароматный. Поэтому мы немножко его обжариваем на среднем огне. Тем временем, пока мы обжариваем кунжут, в рисе испарилась вся вода. Теперь мы выключаем огонь и оставляем его запариваться еще на 20 минут, не открывая крышку все это время. Так, и, конечно же, для роллов нам понадобится васаби, так же, как и имбирь. Вот васаби можно купить как в мягкой, так и в сухом порошке. Мы взяли вот такой вот порошке. Смешиваем его с горячей водой и даем ему запариваться. Все, отлично, васаби готов. Уже режет глаза, если честно, от его остроты. Все, оставляем, просто его немножко запариться и остыть. Отлично, видите, появился золотистый цвет, приятный аромат печеного кунжута. Наш кунжут готов. Просто выключаем огонь и оставляем кунжут остыть в сковородке, чтобы он еще немножко подпелся. Ну что, чтобы завернуть роллы, нам понадобится коврик, да, вот такой коврик для заворачивания роллов. Если мы будем напрямую заворачивать вот так вот просто на нем роллы, да, то к нему будет прилипать рис. Поэтому предварительно мы его обматываем пленочкой, пищевой пленкой. Обматываем его со всех сторон, в несколько слоев. Выпускаем лишний воздух, заворачиваем все торчащие края. Видите, коврик получился довольно липкий, потому что пластик, да, поэтому мы берем масло, любое, какое у вас есть. Мы берем кунжутное масло, промачиваем салфеточку и смазываем наш коврик. Получается вот такой вот обмотанный, другой прекрасный йога-мат. Ой, йога-мат, в голове одна йога. Суши-мат, можем заворачивать роллы. Сейчас начнем. Так, ну что, прошло 20 минут, наш рис прекрасно запарился, видите, какой он воздушный, зернышко-зернышко, не переварен. Мы его перекладываем в другую емкость, не отдираем одна прилипшая часть, если вдруг они образовались. Еще один важный момент, обязательно все смачиваем водой, когда работаем с рисом. Отлично, выливаем нашу подготовленную предварительную заправочку, смачиваем ложечку, не забываем, и хорошо перемешиваем рис. Так, ну что, для начинки, для роллов, поскольку у нас роллы вообще вегетарианские, то нам понадобятся, конечно же, овощи. Берем огурчики, паприку и авокадо. Спелый, мягкий авокадо. Огурчики лучше почистить. Срезаем плотную часть, серединку оставляем. Ну, если немножко попадает семечек, ничего страшного. Но серединка дает много воды, поэтому мы стараемся ее не использовать. Я думаю, вы найдете применение, можно добавить будет в любой салатик. И шинкуем огурцы, как и все остальные овощи, тоненькой соломочкой. Также для начинки очень хорошо подходит творожный сыр, особенно для вегетарианских роллов. Мы подготовили его сами. Рецепт можете посмотреть на нашем канале. Ссылочку я добавлю ниже в описании. Мы будем добавлять просто сыр с зеленью. И также мы сделаем немножко пикантной начинки из этого же сыра. Сюда мы добавим каенский чили-перец и немножко аджики. Добавим немножко огня. Так, конечно же, для заворачивания роллов нам понадобится водоросли ноли. Для одного вида роллов нам понадобится целиковый лист. Смачиваем руки. Много воды лить не надо. Руки должны быть просто влажными. Мы будем делать, так сказать, большой ролл. Стиль называется футамаки. Берем примерно 200 грамм риса. Смачиваем руки обязательно. И равномерно распределяем по листу. Занимаем примерно две трети нижней его части. Мы делаем овощной ролл. Для него хорошо пойдет немножечко кунжута. Мы берем немножко рубленой зелени. Не забывайте, что начинку вы можете придумывать свою. Не обязательно ограничиваться только тем, что вы здесь увидите. Добавляем огурцы. Добавляем перчик. Спелый мягкий авокадо. Отлично. Как вы можете видеть, рис равномерно распределен. Треть у нас листа осталась не затронутым рисом. Лачинка ровно посередине. Начинаем заворачивать. Начинаем плавно поднимать край ближний к себе. Поднимаем. Накрываем немножко начинку. Другими пальцами, большим пальцем, как вы держите, видите, коврик. И остальными пальцами придерживайте начинку, как бы вправляя в серединку внутрь. И накидываете циновку, залепляя лист. То есть вы полностью соединяете водоросль, на которой находится рис. Получается вот такой вот аккуратненький стык. Не расстраивайтесь, сразу не получится, просто старайтесь. Отлично. Теперь смачиваем немножко вот эту часть листа, чтобы слипить ролл. И продолжаете движение. Вот так вот. Сильно мять не надо, но прилагать усилия все-таки требуется. Можете придать ему круглую форму, или видите, как у меня получается квадратная такая форма с влаженными углами. Сдвигаете на край, накрываете, смачиваете немножко ладошку, притягиваете ролл и подбиваете, вот так вот прижимаете края. Начинку как бы заправляете внутрь ролла. Если все равно немножко торчит, ничего страшного, потом мы это обрежем. Так же делаете с другим краем. Сдвигаете на край сыновки, накрываете, поджимаете и рукой поджимаете краешек, заправляя начинку и рис внутрь. Видите? Получается вот такой вот ровный, аккуратненький ролл. Отлично. С этим роллом закончили. Напомню, это футамаки с овощами. Откладываем. Отлично. Продолжаем. Берем половинку листа, также смачиваем ладошки, руки и берем рис. На этот раз риса можно взять немножко поменьше, ролл не такой большой. Примерно 120 грамм, я вам скажу, не знаю, значит ли это что-то для вас. И начинаем равномерно распределять по листу. Используем кунжут, немножечко аккуратно посыпаем весь ролл кунжутом. Потом поднимаем вот так вот, и не бойтесь, так вот просто легким движением плавно переворачиваете. И начинку на этот раз мы ложим вот сюда. Рис остается снаружи. Используем творожный сыр. В этот ролл также хорошо будет добавить авокадо. Немножко огурчика. Начинаем заворачивать. Вот, чудесно. Сейчас мы покажем вам, как сделать макерол. Берем немножко риса, примерно грамм 80. Распределяем по листу нори. Распределяем не полностью. Оставляем примерно полтора сантиметра сверху полосочку. Ну, сантиметр. Это простой ролл. Для него используется одна начинка. Будем его делать с кунжутом. И огурчиком. Классический ролл. Называется капа маки. Для этого ролла нужно тоже смочить краешек листа нори, чтобы склеить его. Этот ролл готов. Откладываем его в сторону. Отлично. Можем приступать к нарезке. Начнем с самого простого. Возьмем тоненький ролл. Капа маки. Его нарезать проще всего. Что мы делаем? Нож понадобится, конечно же, острый. Желательно тонкий. Насколько вы сможете найти. И лучше длинный. Но можно нарезать любым ножом, на самом деле, справиться. Что очень важно? Важно смачивать нож. Иначе риск будет прилипать. Что делаем? Сначала режем пополам. Немножко надрезаем, как бы его, так скажем, ну как, кожу, да? Верхний слой. И длинными движениями дорезаем ролл. Давить не надо. Краешки можно обрезать. Можно не обрезать, если вы для себя. Оп. Получается вот такой аккуратненький срез. Нож, если на него налипает рис, вы вытираете. Снова смачиваете. Нарезать можно как прямо, так же и под углом, если хотите немножко разнообразить ваш стол. Оп. Получаются вот такие аккуратненькие треугольные срезы. Половину ролла мы оставим вот так, как у меня есть. А половину ролла мы сделаем с нашим прекрасным спайси соусом. Как мы это будем делать? Просто берете вот так вот на ложечку соус, поднимаете ролл и шапочку наносите на ролл. Теперь мы решили немножко поэкспериментировать и попробовать сделать ролл дракон. Для этого нам понадобится половинка авокадо. У нее мы обрезаем немножко края, как бы выравниваем, делаем его более прямоугольным авокадо. Лишнее мы убираем в сторону. И теперь нарезаем тоненькие слайсики под углом, к себе. Так вот, стараемся тоненько, насколько это возможно. Немножечко раздвигаем. Переносим наш авокадо на нож. И укладываем на рог. Теперь берем снова циновку. Накрываем наш ролл аккуратно, чтобы авокадо не упал. И немножко прижимаем. Получается вот такой у нас чешуйчатый дракончик. Теперь попробуем его нарезать. Так, ну что, не забудьте подать к роллам, конечно же, наш васаби, имбирь, соевый соус. Можно есть палочками, вилочкой, руками тоже правильно, чтобы вы знали. Ну и можно посыпать наше блюдо кунжутом. Лишним это не будет. Приятного аппетита! Джей Груде! Ну что, уже у нас получилось. Ну что, давай спайси? Спайси, давай! Спайсим? Давай проверим. Ты готова? Ну что, может он не острый получился? Мне кажется, сейчас будет уже не острый. Ну что, может быть и нет. Чили каенский. Смелей. Тепло? Не плачь! Закусывайте, закусывайте. Класс! Класс! Закусывайте! Закусывайте! Спасибо!